Страдающая средневековья Страдающая средневековья — это книга, которую мы написали, но сегодня я буду говорить не о ней. В ней была небольшая глава про алхимию. Дело в том, что сейчас эта глава превращается в нечто большее. Я уже почти дописываю книгу про алхимию. В следующем году, я надеюсь, что она выйдет. И сегодня я хотел бы поговорить про такую волнительную, мистическую, но одновременно и очень интересную, увлекательную тему средневековая алхимия и того, как она была сопряжена с искусством. В основном мы будем с вами сегодня говорить о всяких миниатюрах, на которых изображены всяческого рода аллегории. Понятное дело, что алхимики в основном рисовали изображения печей, склянок, каких-то ингредиентов нам это не так интересно. Мы сегодня будем историей химии заниматься. Мы будем скорее заниматься вопросами того, как визуально воплощали все эти очень странные химические процессы и того, как нам сегодня их понимать. Поэтому сразу хотелось бы начать с места в карьер с такого очень интересного случая. Есть очень много исследователей алхимии, таких, как скажем, классических книг, которых вы сможете найти в любом магазине, а-ля книжный магазин «Москва». Вадим Рабинович, Станислав Дерола, Клод Беже. И вот эти авторы, они, конечно, написали в свое время очень большие интересные труды, но к ним нужно относиться критически. Почему? Вот, например, вы видите прекрасное изображение из Ватиканской апостольской библиотеки. И если мы откроем книги упомянутых авторов, исследователей алхимии, они пишут в них, что первая вот эта вот иллюстрация, которую я показывал, она представляет собой стадию негреда, стадию разложения, на которой элементы, смешивающиеся в алхимической колбе, превращаются в какое-то подобие первой материи. И вот эта картинка символизирует именно это, потому что тут есть различные символы смерти, они приходят к королю, который тоже символизирует смерть. А на следующем изображении вроде бы как изображена королева алхимия, тут радужная стадия, это одна из стадий, которая происходила внутри пробирки алхимической, стадия павлиньего хвоста, в это время все элементы внутри колбы становятся разноцветными, и дело идет к завершению, к стадии рубеда, когда философский камень уже почти созрел. Казалось бы, что теория достаточно непротиворечивая, но проблема в том, что источник первоначальный, который, видимо, это Клод Деже, такой был человек, который интерпретировал алхимию, сам был алхимиком, он не посмотрел, что написано в этом трактате. То есть он посмотрел на картинки, но он не прочитал то, что, собственно, написано в этом трактате. И в этом большая проблема. Люди, очень многие исследователи, современные, не только какие-то старые, древние, 19-го века или 20-го века, они пытаются найти алхимию просто везде. Если мы посмотрим популярные теории, где можно найти алхимию, одна из самых популярных книжек про алхимию — это алхимия готических соборов. То есть мы заходим в Нотр-Дам, и каждое изображение связано с чем-то таким алхимическим. Везде есть какой-то скрытый смысл. Правительство от нас скрывает. И, не знаю, я недавно, например, интересовался боснийскими исследователями алхимии. Они считают, что на боснийских стечках это такие надгробия каменные славянские, которые делали на территории Сербии и так далее, бывших республик Югославии. Вот там тоже очень много алхимических сюжетов. Но это абсолютно неправдоподобная теория, потому что алхимии на той территории в это время вообще не было, и сюжеты-то, честно говоря, тоже никак не связаны. Поэтому сегодня мы пытаемся отделить зерна от плевел. Вот на этих картинках, например, замечательных, изображены сцены из античной мифологии. Их свел в один такой большой свод мифограф V века с именем Фабий Планцит-Фульгенций. Он внимался тем, что интерпретировал в христианском ключе различные мифы. И тут, например, мы видим изображение Аида и Прозерпины на адском троне. Тут справа Мойры, Цербер. В общем, все очень известные символы из античной мифологии. Думаю, всем знакомые. Тут же опять же мы видим богиню Геру, Юнону. То есть ее классический символ в иконографии средневековой и до этого. Это множество павлинов. То есть тут мы это и видим. Плюс еще Фульгент и сам придумал некоторые символы. И это я объяснял. То есть тут вообще никакой алхимии нет. Рядом есть текст. Более того, существует издание этого текста, то есть современное. Поэтому большой вопрос о том, как именно нужно интерпретировать изображение. Интерпретировать изображение — сложная работа. Но, как правило, у нас всегда есть текст, с которым мы будем эти изображения совмещать. Поэтому хотелось бы поговорить сегодня о том, как вообще зародилась традиция вот этих изображений в средневековой алхимии. Средневековая алхимия в Европе появляется в VIII-IX веке. Тогда из Древнего Египта просачиваются первые рецепты. Они все были технического характера, там не было ничего интересного, это все очень скучно. Далее в XII веке появляется некий монах, который писал на латыни. Его звали монах Теофил. И у него тоже все очень достаточно сухо, очень химически. В основном алхимики думали, как бы подделать драгоценные камни, металлы, ткани, например, в пурпур покрасить ее, но не пурпуром, а какой-то поддельной краской. И так далее. То есть это все очень такие технические темы, нам не очень интересные. Но уже, допустим, у этого же самого монаха Теофила появляется один любопытный рецепт, который говорит о том, как создать испанское золото. Вы знаете, меня часто приглашают сделать лекцию про алхимию с каким-нибудь практикумом. Чтобы люди что-то сделали. Поэтому я подумал, а почему бы нам действительно тоже не провести такой мини-практикум, ну или вы дома можете, домашнее задание, лабораторная работа. Испанское золото. Тут практически все ингредиенты, знаете, они на поверхности лежат. То есть, во-первых, чтобы сделать испанское золото по методе Теофила, нам нужна медь. Ну я думаю, что медь можно где-то найти, сходить в металлолом, купить в ювелирном. В конце концов, провода какие-то сделаны из меди. То есть, нужны медные пластинки такие небольшие. Медь, я думаю, найдут все. Второй ингредиент. Это уксус. Ну уксус, наверное, тоже у всех есть. На кухне можно купить в пятерочке еще где-то. Третий ингредиент тоже достаточно просто находится. Это кровь человека, сушеная. Это, я думаю, тоже можно достать у каждого в избытке. Правда, один немаловажный аспект. Кровь должна быть рыжего человека обязательно. Так что тут немножко круп сужается, но можно по друзьям поспрашивать и так далее. И четвертый ингредиент, это тоже очень простой ингредиент, это пепел василисков. Вопрос заключается в том, где достать пепел василисков сегодня, когда их не так уже много водится. А монах Теофил был очень предусмотрительным человеком. Он наставил рецепт, как отдельно сделать пепел василисков. Рецепт очень простой. Нужно взять двух петухов, и вот этой картинкой как раз это иллюстрируется, двух петухов, и подождать, пока они начнут совокупляться. После этого один из них родит два яйца. И на эти яйца нужно посадить жабу. Нужно посадить жабу и держать семь дней. Потом в это время, пока жабу высиживают эти яйца, нужно построить огромный каменный дом под землей. И когда оттуда вылупятся обычные такие цыплятки, нужно посадить этих цыпляток вниз под землю. Через семь дней у них отрастут змеиные хвосты, и в конце концов они превратятся в таких величинных василисков. Почему их нужно держать под землей в каменном доме? Потому что они могут, превратившись в этих существ, таинственных, взрываться в землю, поэтому каменный пол обязательно должен быть. И живут они только под землей тоже в детстве, поэтому вот такая вот история. И тут нарисовано, что будет, если василиск вырвется из-под контроля. Его нужно зеркалом останавливать. Вы знаете, что он может превращать всё живое в камень взглядом. Поэтому вам нужен вот такой реки Тикитави и зеркало. Но это в крайнем случае. Это тоже из алхимического трактата все картинки. И после этого вы берёте этих василисков, сажаете их в специальный горшок и сжигаете. И у вас пепел василиска. То есть всё это вы смешиваете, мажете на медь, и у вас есть испанское золото, очень красивое. Так что практику мы сегодня с вами провели. Что происходит дальше? В 1144 году Роберт Честерский был такой средневековый полимат, знаток всех наук и искусств. Он путешествует в Сеговию. Она находится на территории Северной Испании. Рядом ещё тогда был арабский халифат. И он знакомится с арабским языком, он его выучивает очень хорошо и начинает переводить алхимические трактаты. Он перевёл первый в истории Европы такой солидный, большой арабский алхимический трактат. Почему это важно? Потому что арабы, в свою очередь, переводили греков. А греки, которые жили на территории Египта, в основном это были как раз самые первые алхимики. Поэтому всё знание, которое за все эти большое количество веков накопилось в странах, в этих восточных, так скажем, странах, они перемещаются на запад, они перемещаются в европейские области знания. И появляются первые европейские алхимики. Одним из первых европейских алхимиков был монах Роджер Бекон. Он провёл развлечение между такой вот философской алхимией и технической. То есть, с одной стороны, есть натурфилософия, мы можем постигать природу, постигать стихи и так далее. А с другой стороны, есть непосредственно работа в лаборатории. И несмотря на то, что его алхимические сочинения были достаточно скучными, не то чтобы сильно аллегорическими, люди, думая, что монах занимается какими-то непонятными ремеслами, постепенно начинают выдумываться про него множество историй. И одна из этих историй была связана с тем, что благодаря своей алхимии, а также дьявольской магии, конечно же, он построил робота. И вот на этой картинке XVII века мы видим такую голову в центре. Это была голова, отлитая от латуни. И в какой-то момент все эти сказки стали путешествовать вообще по всей Европе. Начали говорить, что другой алхимик, Альберт Великий, тоже того же времени, он тоже изобрел робота. Причем его робот был еще лучше. Он сделал его не с железа, а из плоти, костей и крови, каких-то несчастных, видимо. И этот робот он не просто говорил, как робот Роджера Бекона, но он даже написал за Альберта Великого большинство его трудов. 29 томов по философии, алхимии и так далее. И он настолько был хорош, этот робот, что ученик Альберта Великого, знаменитый святой, Альберт тоже был святым, кстати, знаменитый святой Фома Аквинский, он уничтожил робота, потому что находил в нем нечто дьявольское, ну или, может, просто завидовал. История про Роджера Бекона появляется в XVII веке в такой пьесе, к ней это, собственно говоря, титульная картинка. Пьеса очень смешная, потому что Роджер Бекон выставлен таким просто абсолютно магом, он гадает на шаре, перемещает людей при помощи телепортации, вызывает демонов, чтобы они ему помогали строить вот эту самую голову из бронзы, а голова, в свою очередь, может защитить Англию огромным забором из бронзы тоже. Такая вот стена, ну вот как Трамп хочет строить стену, вот они тоже тогда хотели построить стену в конце XVII века. И проблема в том, что он вообще очень любил поспать, и на этой картинке видно, что он спит, Роджер Бекон спит, а его слуга Майлз, он играет на барабанчике и дудит в какую-то еще дудочку, вы видите, он слева. И тем временем голова изрекает какие-то непонятные Майлзу афоризмы, время есть, время было, время есть прошлое. И после этого она разваливается на части. Потом, ну это такая комическая очень пьеса, потом просыпается Роджер Бекон и ругает своего этого плохого ученика, тот кается, и Роджер Бекон тоже кается, говорит, что он никогда больше не будет использовать магию, алхимию, все эти плохие искусства. И Майлз тогда говорит, что теперь ему нечего делать, но выходят демоны, ранее вызванные Роджером Беконом, и говорят, ну хорошо, раз у тебя теперь нет работы, мы тебя берем кабачиком в ад, будешь нам там приносить пивко. И на этом кончается такой хэппи-энд. Расцветает также и медицинская алхимия. В XII веке Хильдегарда Бингенская, у меня вот нет лазера, но она внизу в уголочке, такая маленькая фигурка монахини с книгой в руках. Хильдегарда Бингенская, немецкая монахиня, визионерка, она описывает, она вообще алхимией не занималась, но она просто была таким тоже человеком ренессансного склада ума, хотя жила в XII веке. Она знала абсолютно всё и писала книги о минералах, о металлах и так далее. И она также писала книги о лечении. И вот одна книга о лечении рассказывает о том, как можно применять металлы в лечении человека. Она говорит о том, что самое лучшее лекарство от желудочных болезней, кстати, запоминайте, это вино. Вино, которое нужно просто-напросто настоять на расплавленном золоте, тогда оно будет лекарством. Но просто так вино, ну не факт, что поможет. А после неё появляется такой уже более серьёзный алхимик, именно Гуго Вершемский в XIII веке, который объясняет, что на самом деле лучше от всяких желудочных болезней, да и от любых других, пить не вино, приготовленное с помощью расплавленного золота, а просто сразу так называемое аурумпотабеле, то есть питьевое золото, специальным образом подготовленное. Оно, конечно, не расплавленное, это уже такие вот маленькие гранулки, так скажем, растворённые в некой жидкой субстанции. И это лекарство с XIII века, оно обретает большую достаточно популярность, и ей лечились самые знаменитые персоны, верящие силу алхимии. Всё очень резко меняется в XIV веке, когда примерно в середине века появляется ломбардский алхимик Пётр Добрый или Петрус Бонус на латинском языке. Он пишет трактат, который называется «Драгоценнейшие жемчужины», в которой он утверждает следующее, что алхимия — это не просто наука о том, как сделать поддельное золото, грубо говоря, фальшивомонетничество. Он говорит о том, что на самом деле философский камень, его можно сравнить с Иисусом Христом. На самом деле алхимик, когда он делает вот эти все операции, он ещё и возвышает свою душу. Он не просто занимается лабораторными экспериментальными работами, он ещё и следует своему пути к Господу Богу. И этот трактат становится настолько популярным, что в будущем... Сам Пётр Добрый не рисовал некие иллюстрации. В будущем, уже в XV-XVI веках, его начинают тиражировать и печатают, в том числе, и делают вот такие замечательные иллюстрации, в которых вы видите тут вот слева направо, сверху вниз, есть король, рядом есть какое-то огромное количество людей, потом кто-то его убивает, сажают в гроб, вот он в гробу лежит, лежит-лежит, превращается в кости, а потом он восстаёт такой, как будто бы ничего не было, и в конце вы видите все уже короли, все такие короли сидят в коронах, всё прекрасно. Это аллегория того, что вот эти вот металлы, семь металлов, над ними, над каждым есть пиктограммка, на первом изображении слева, сверху, они идут к королю, который является солнцем, то есть золотом, который должен рассказать им, как стать золотом. Он не соглашается, тогда они его убивают, кладут в гроб, ждут какое-то время, он там настаивается и превращается в лучшую версию самого себя, то есть философский камень. То есть это такая аллегория, на самом деле, того, что происходит в философской печи, в печи алхимика. А в ней происходило примерно следующее. То есть туда клались вещества, вот эти вот как раз простые металлы, так называемые, неблагородные металлы, олова, свинец, железо, медь, всё это смешивалось, образовывало первоматерию и становилось чёрным. Это вот та самая стадия негреда, про неё мы уже говорили. Потом это всё потихоньку превращалось в белую какую-то субстанцию из паров, которые возникали в процессе сублимации. Вот эти белые пары — это стадия альбеда. Потом некоторые алхимики выделяли ещё вот эту стадию радужного хвоста. Я про неё тоже упоминал, когда всё становится внутри колбы таким разноцветным. А потом в итоге это становится красным, и вот эта уже жидкость можно… Или порошок иногда получался, то есть у всех алхимиков это по-разному описывается. То есть это подсыпается, подливается к, собственно говоря, неблагородному металлу, к свинцу или к железу, или к серебру, что у вас есть. И всё это превращается уже непосредственно в золото, причём может даже умножаться в количестве. Алхимия всё больше начинает соприкасаться с христианством. Почему? Это долгий отдельный вопрос. Мы не будем этого касаться, но в принципе христианство всё глубже проникает в средневековую культуру во всей её области. И вот такой был окситанский или каталонский алхимик Иоанн Руписциский, который впервые проводит такую прям очень мощную связь алхимии с религией христианской. И тут у нас тоже возникает заявленная тема ЗОЖ. Он говорит о чём? О том, что скоро будет апокалипсис. Поэтому все люди, они должны как-то поспособствовать войску Христову, они должны войти в него и воевать против Антихриста, помочь Иисусу Христу в последней битве за человечество. Что для этого может сделать алхимик? Он может изготовить панацею. Что такое панацея? Это квинтэссенция. Что такое квинтэссенция? Это в переводе с латыни пятый элемент. Мы знаем, что у нас есть четыре элемента. Огонь, вода, земля, воздух. Есть пятый. Проблема в том, что вот эти четыре элемента это всё подлунные элементы. Они как бы земные, приземлённые, а поэтому слабые. Так же, как человек умирает, так же, как дерево умирает, животное умирает. Все эти элементы тоже в конечном итоге умирают. Проблема в том, что квинтэссенция, ну или другими словами философский камень, это что-то, что обладает небесными свойствами. То, что не может умереть в принципе. Поэтому если найти вот эту самую квинтэссенцию, а потом принять её внутрь, то вы станете подобными божеству. То есть вот такая вот идея универсального лекарства в принципе от старости, от смерти практически. То есть это алхимия, которая уже говорит о бессмертии. И тогда вот эти вот суперсильные войны, алхимики, они смогут влиться в войско Христово и победить всех нехороших злоумышлятелей. Проблема в том, что его посадили за эти мысли. И я думаю, что, возможно, это не в последнюю очередь было связано с тем, что он считал этой самой квинтэссенцией. А этой квинтэссенцией он считал, в латыни очень красивое слово, это аквавита. Это вода жизни, то есть живая вода. Проблема в том, что живая вода, с сегодняшними химическими терминами, это этиловый спирт. Грубо говоря, он пытался усилить алхимиков, воюющих за войско Христово водкой. И не очень понятно, действительно ли это всё-таки была его финальная идея, возможно, было какое-то тайное учение, которое мы теперь не знаем. Но так или иначе, Реписцистский вошёл в историю алхимии как человек, который придумал, что водка — это квинтэссенция, ей нужно лечиться. Но он профлавился не только этим, он ещё начал одним из первых применять растения в алхимии. Вот тут мы видим фигуру его, стоящую рядом с растением, которое называется лунник. Тут мы видим его, как будто бы это древо с такими лунами вместо лепестков. И тем самым нам показывают, что только на 15-е лунные сутки это растение приобретает целебные свойства, а после его уже не нужно применять. Что же происходит дальше? Ну, тут мы видим, что уже какая-то случилась крепкая связь христианства и алхимия. Алхимики начинают придумывать различные аллегории, обыгревающие эти сюжеты или какие-то другие сюжеты. И вот, пожалуй, может быть, один из первых или даже самый первый трактат алхимический с изображениями такого-то аллегорического характера, то есть не печки какие-нибудь, не мандрагора корень, а вот именно что-то такое, что нужно разгадывать, интерпретировать. Это французский трактат XIV века, в котором он называется что-то типа завещание философа об алхимии, то есть такое очень глубокомысленное и непонятное название. Мы видим на нём некого философа, который другому философу, алхимики так себя называли, ну, философом всем себя приятно называть, они дают один другому ключ, видимо, это имеется в виду ключ от вот этих вот запретных знаний. Знание, кажется, прячется вот в этой башенке, которая течёт источник, и из неё растут два дерева. Тут, видимо, речь идёт о том, что есть первоматерия, из которой алхимики средневековые считали, состоит вообще вся материя, все металлы и всё на Земле, которая разделяется на два вот этих ствола, белый и красный, которые соответствуют двум гипотетическим субстанциям, которые алхимики называли меркурием и сульфором, или ртутью и серой. Но это не обычные ртутьи сера, это как бы то, что в философии называется актиденцией, или то, что можно проще обозвать как какие-то свойства. То есть это текучесть металла, если мы говорим о философской ртути, о меркурии, или наоборот, то, как хорошо плавится металл, если мы говорим о сульфоре. То есть это, в принципе, такие категории философские. И вот они изображены в форме этих двух деревьев. Также мы видим и львов внизу, белого и красного, которые один соответствуют. Меркурий, другой сульфором. Тут мы видим следующую картинку. На ней снова сидит некий безымянный философ. Рядом с ним стоит женщина. Из ее груди течет некая жидкость, белая и красная. Между ними лежит яйцо, и на него воздействует солнце. Очень таинственная картинка. Яйцо уже во всяких греческих, сирийских, в арабских трактатах было таким символом колбы, в которой все происходит. Почему? Потому что колбу нужно было запечатывать стеклом, чтобы она была герметичной, чтобы внутрь ничего больше не попадало, кроме веществ, которые туда уже алхимик положил. То есть яйцо — это такое популярное прозвище, это популярная шифровка вот этой колбы, в которой все происходит. Соответственно, солнце — это жар печи. Тут мы опять видим эти осылки к белому и красному, к сульфору и меркурию. И тут интересно, что в лекции, в анонсе мы говорили о фейк-ньюзе, алхимики очень любили фейк-ньюз. Они постоянно писали какие-то непонятные ингредиенты. Возьми яйцо, например, и смешаюсь с чем-нибудь. Когда я вам задавал домашнюю работу с прахом Василиска, скорее всего, это просто тоже была какая-то шифровка, которую мы на данный момент, к сожалению, не понимаем. Мы не знаем, откуда это взялось. Скорее всего, прах Василиска — это была просто какая-то субстанция. Уфовно говоря, купорос какой-нибудь. Это надо у химиков спрашивать. Проблема в том, что таких субстанций алхимики напридумывали несколько десятков тысяч. И в каждой традиции были свои названия. Ну, вот, например, если мы совсем уже в глубину веков уходим обратно к египтянам, у египтян очень часто в рецептах медицинских, у них прямо алхимии уж такой не было у древних египтян, но у них было что-то типа прото-алхимии. И они очень часто писали о том, что для лечения нужно использовать крокодилии-экскременты. И ведь использовали. Но проблема в том, что это была просто шифровка. На самом деле имелся в виду какой-то особенный целебный вид глины из реки Нил. Далее. Например, в сирийских алхимических рецептах очень часто встречается рекомендация в лекарственных всяких зельях использовать человеческие экскременты. Это тоже шифровка. Это всего лишь чеснок. Почему? Никто не знает. Возможно, это какое-то слово, которое было, у него два значения, например, и из-за этого так назвали. Может быть, была какая-то другая аффициация, сильный запах, что-то еще. Но самый интересный момент, наверное, тот, который мы находим в рецепте, пожалуй, старейшего алхимика из вот этой греко-египетской традиции, это псевдодемокрит. Это старейший алхимик, которого мы точно знаем, что это был человек, а не какой-то псевдоним, потому что греко-египетские алхимики любили себя называть Гор, Осирис, Моисей и так далее, Адам, то есть кем угодно. Мы не знаем, жили ли эти люди. Псевдодемокритам тоже они все очень понятны, но, скорее всего, был такой человек, который подписывался именем Демокрита. И что мы у него находим? Он говорит, для того, чтобы получить философский камень, который позволит тебе окрасить драгоценный камень в нужный цвет, ну, то есть, допустим, сделать фальшивый рубин, тебе необходима ржавчина, а также желчь, мангуста и грифа. Те, кто занимаются биологией, они понимают, что в принципе желчь, мангуста и грифа это, по сути, одна субстанция. Поэтому не очень понятно, во-первых, зачем нам собирать разные эти желчи, а во-вторых, не очень понятно, как мы вообще можем использовать желчь в окраске драгоценных камней, скорее всего, она не пригодится. Дело в том, что на греческом эта шифровка абсолютно непонятна, но зато благодаря тому, что она до нас дошла, ученые, знакомые с аккадской традицией, очень давно это было, Вавилон, Шумеры и так далее, аккадская традиция алхимии тоже существовала. И проблема в том, что в аккадском языке слово «шикку» означает и мангуст, и медь. То есть получается, что вот этот самый ингредиент это была просто какая-то медь. Слово «эру» означает очень хорошо обработанную медь. То есть, вероятно, имелось в виду, что ее нужно расплавить и добавить к камню, который необходимо покрасить в другой цвет. Все больше и больше христианской становится алхимия в XIV веке. Тоже второй трактат, который претендует название первой аллегорической иллюстрацией в нем, это трактат человека, который называл себя Гратей, сын философа. У него вообще очень странная магическая такая астрологическая алхимия. И он, например, говорит о том, что алхимик должен соображаться с ходом звезд. То есть он должен рассчитывать на какие-то созвездия определенные, именно в какие-то определенные моменты лучше готовить определенные зелия и так далее. Но кроме этого, он считал, что и работа алхимика может влиять на вот этот небесный мир, потому что некие даймоны, демоны, которые живут где-то там далеко за звездами и так далее. Они могут завидовать тому, что вы производите лекарства для бессмертия или философский камень, который вас обогатит. И поэтому созвездия могут в реальном времени меняться. И вы можете видеть, что на вас озлобился какой-нибудь демон. Более того, он считал, что алхимики — это особенные такие люди, которые как бы рождаются алхимиками. И эти люди, они могут видеть созвездия, которые, в принципе, другие люди не могут видеть. Вот, например, он говорил, что есть созвездия, в одиакальное созвездие гроба Господня. И он сравнивал это созвездие, а также вообще, в принципе, смысл восставания Христа из гроба с процессом сублимации, когда вещество воздымается, порой вещество воздымается внутри колбы. И самое главное, что он писал об этом, что вас никогда в жизни не подведут эти иудейские эксперименты. То есть, в принципе, всю жизнь Христа он рассматривал как вот такой вот просто пример для того, чтобы показать на самом деле, как нужно правильно изготовить философский камень. И это достаточно странно. То есть, для него алхимия, она как бы выше даже христианского учения по сути стояла. На другой картинке мы видим вот такого вот Христа, который украшен нимбом, а вокруг нимбы нарисовано очень много различных алхимических сосудов. Он считал, что это тоже такое особенное созвездие, а все эти алхимические сосуды, они тоже есть на небе. Просто посвященно их увидит, а не посвященно человек никогда не поймет, что это такое. Проблема в том, что Гротей, он еще был очень ярым юдофобом. И он считал, что алхимия, она связана с христианством в том смысле, что только христианин должен быть алхимиком, и более того, он должен как-то помочь, побороть самого главного своего врага. И вот если Иоанн Рупецциский считал, что самый главный враг это антихрист, то Гротей считал, что самые главные враги это, конечно, евреи. И он пишет вот следующие фразы, я пытался перевести как-то передавая его стиль, а он очень примитивный и такой немножко дурацкий стихи, честно говоря. «Никто не может быть умнее его», это он пишет про философский камень. «Алхимия, мать его, лишь одного. Завоюет он нам гроб Господень, говорю я всем, он это точно сможет. Святыню Божию нам вернет, у евреев обратно ее отберет». Историки ломают голову, почему евреев отберет, если это XIV век. Дело в том, что крестовые походы, в которых европейцы действительно сражались с иудеями, которые были на стороне мусульман, это было в последний раз в XII веке на тот момент. Поэтому что же такое происходит? На самом деле ключ к этой загадке мы можем попробовать отыскать в таком историческом моменте, что, в принципе, до XV века, включительно, в некоторых регионах Европы, в том числе и во Фландрии, там, где он жил, был распространен слух о том, что это именно такой стереотип, не настоящая информация, тоже фейк-ньюс в каком-то смысле, что на самом деле у евреев столько денег, что они выкупили гору Сион у арабов, а завтра или послезавтра вообще они уже и гроб Господень выкупят и доберутся до него, а это вообще страшнее смерти, и крестоносцы должны отправиться и всех победить. Из-за этого в том числе происходило огромное количество погромов в Европе. То есть эти фейк-ньюс, они, как и сегодня, приводили к каким-то реальным действиям. Видимо, Гротей был одним из людей, который был, так скажем, за республиканцев. То есть он думал, что если мы победим евреев с помощью алхимии в том числе, то нам это что-то даст хорошее. Постепенно алхимию вообще начинают запрещать. Вот, например, Папа Римский Иоанн XXII в 2013 году выпускает папскую булу против алхимии, как он это пишет. И тут парадоксальный факт. Вообще Папа Иоанн XXII сам был алхимиком, практикующим. Он не верил, правда, в трансмутацию, в превращение свинца в золото с помощью фасовского камня, но он верил во все остальное. Зато и у него было очень много денег, он и сам практиковал, и давал задания какие-то своим помощникам, так скажем. постепенно всякие князья, короли, папы по всей Европе повторяют и повторяют снова и снова этот запрет. Нужно алхимию как-то запретить. Почему? Потому что, во-первых, это, конечно, подделка монет. Алхимиками просто называли иногда фальшивомонетчиков, по сути. Те, кто делает поддельное золото, поддельное серебро, а это ведь, по сути, с сегодняшней точки зрения, это и было производство поддельного металла. То есть они красили эти металлы так, что они были похожи на золото, анализ такой вот глубокий, изобрели по сути в 20 веке, то, естественно, никаких способов проверить там не было, кроме как укусить монетку и все такое прочее. Поэтому, конечно, никакой король не хотел, чтобы его монеты подделывали, никакой папа римский, который, по сути, был тем же самым королем, который имел свою армию и так далее, огромное количество капитала, не хотел, чтобы его разоряли, поэтому они все это запрещали, однако оставляли себе такую вот лазейку в законе, что папа римский спокойно практиковал алхимию. Потому что он, конечно, фальшивомонетчиком не был. И что происходит? Алхимики, они пытаются как-то легитимировать свою науку. Они хотят показать, да мы хорошие, мы за христианство, мы за папу римского, и вообще мы первые в этом ряду, кто будет помогать христианам. И вот, например, очень многие трактаты казались подозрительными духовенству, потому что они были написаны не христианами. Это были переводы с арабского, это были мусульмане, это были враги, это были язычники, еще хуже греки, там всякие египтяне, они вообще не в единого бога верили, поэтому это было все очень сомнительно, непонятно, плохо. И нужно было как-то показать, что все-таки в этих писаниях языческих и мусульманских, еретических, то бишь, есть какие-то все-таки правильные мысли, просто эти неправильные люди, они очень поняли, что эти мысли они сами как-то выразили. И поэтому очень часто пытались с помощью иллюстрации донести это до зрителей. Например, мы видим тут такой сборник из Кракова 15 века, в котором все трактаты написаны Ар-Разии, Ибн Сина, то есть такими арабскими алхимиками, но при этом на титуле красуется такая вот троица христианская. Мы видим некоторое сходство с той троицей, которая у нас на обложке, это распространенный такой тип троицы, рисовать троицу с тремя ликами, мы видим, что влево нос, вправо нос, по центру нос, то есть три носа у троицы. Ну и, собственно, эти ипостаси, они изображены еще отдельно в таких медальонах. То есть алхимия это христианнейшая наука, самая лучшая на свете. Что происходит дальше? В начале 15 века, в 1040 году примерно, монах-францисканец по имени Ульман пишет трактат, который называют книгой Святой Троицы. При этом про Святую Троицу там не так уж много речи идет, в основном там алхимические рецепты и объяснение истории Библии через алхимию, алхимия через Библию. То есть там это все переплетается. У него очень много разных образов необычных, но что-то я писал в нашей книге в главе про алхимию. Один из самых необычных образов это повешенный Христос. Мы видим, что он действительно повешен, но это достаточно странно, потому что в Стоях Христовых такого эпизода не было. Его обичевали, его заушали, ну и там много очень всего плохого было, распинали в конце концов, но его все-таки не вешали на виселице. Корень к такому изображению можно найти в христианской апокрифической традиции, где существует такое мнение, что некоторых апостолов или даже самого Христа их вешали, но на кресте. То есть тут мы тоже видим какую-то странную конструкцию наподобие виселицы, иногда она превращается в какую-то крестоподобную. В общем, это сложный вопрос, откуда именно появилось это изображение. Но в алхимическом смысле оно означало очищение вот этих базовых металлов. Еще одно подобное изображение, это где ему отрубают голову. Как правило, иллюстраторы пытались рисовать Христа без нимбы, потому что это могло бы восприняться как что-то кощунственное или юридическое, но на некоторых изображениях, вот тут его колесуют, мы видим все-таки четко достаточно, что это Христос, но об этом, в принципе, и идет речь в тексте. Вот на другом изображение змей, который очень похож на Еву. Такова была европейская традиция изображения вот этого змея, который соблазнил Еву и Адама в Эдеме, для того, чтобы показать, что змей как бы вошел к ней в доверие, они изображали его похожим, он как бы имитировал облик Евы, пытаясь ей понравиться. Мы видим, что этот змей пронзает грудь Адама. То есть тут такая идет очень интересная метафора, он как бы убивает его, лишает бессмертия, то есть он, конечно, остается жить, но теперь он смертный человек и так далее. В лухимическом смысле это означало, опять же, очистку трех самых главных элементов. Это ртути, которые представляют змей серебра, Адама, и Евы золото. Тут возникает вопрос, как это в Средневековье Адам это серебро, а Евы золото. Проблема в том, что просто очень часто золото как раз на финальных стадиях алхимикой сделали из серебра, поэтому вот тут такая вот красивая тоже аллегория, связанная с ребром и так далее. И в конечном итоге Христос, то есть тот самый готовящийся философский камень, он лежит в гробу, то есть готовится в этой самой колбе, настаивается на протяжении по некоторым версиям сорока дней, ну в Библии это было три дня, тут немножко не совпадает, и воскресает. То есть это изображение вот внизу, оно в принципе очень типическое для просто обычных каких-то часословок, церковных книг, но это у нас алхимический трактат. И, наверное, самое необычное изображение, которое придумал Ульман, это вот такое вот странное изображение Христа, распятого на имперском орле с всякими коронами и непонятными птицами. Что же это такое? Дело заключается в том, что Ульман презентовал свой недописанный трактат самому императору Зигмунду I на Константском соборе. То есть он сразу преследовал политические цели. Показать, что, во-первых, он, Ульман, очень хороший францисканский монах, возможно, выбить какие-то деньги для своего прихода и так далее, но и более того, он хотел показать, что алхимия это христианская, очень позитивная, хорошая наука, которая может послужить службу в том числе самому императору Священной Римской империи, которым на тот являлся момент Зигмунд I. И он вообще сделал то, что потом делают абсолютно все. То есть все люди, которые делают такие вот красивые рукописи про алхимию, загадочные, таинственные, аллегорические, они дарят их бесконечным князям, герцогам, герцогиням, королям и даже самим императорам, иногда папам римским и так далее. То есть у кого какие есть связи. И Ульман не стесняется изобразить личный герб Зигмунда I, на котором распят Иисус Христос. То есть на тот момент Священная Римская империя, еще не германской нации, она имела собственно такой же герб, как сейчас в современной Германии, это одноголовый орел. Двуголовый орел был у самого императора, это был его личный герб. Очень скоро после того, как он получил эту книгу в подарок, гербом Священной Римской империи становится двуглавый орел. Как ли это было связано или нет, мы не узнаем, скорее всего, нет. Но Ульман, тем не менее, вкладывал в этот герб не только политический смысл, не только христианский смысл, но и алхимический. Он считал, что у Христа, который здесь изображен, у него семь ран. Традиционно у Христа не семь ран, у него пять ран. Ну, вы знаете, конечности и тело. Но для того, чтобы сопоставить семь ран с семью металлами, с семью планетами, с семью добродетелями и так далее и тому подобное, Ульман придумывает еще две раны. Это одна рана от тернового венца и другая рана это все тело, которое обичевали римские солдаты. Это, в принципе, не было какой-то новинкой изобретать дополнительные раны Христу. Например, вот на этом так называемом фаустовом распятии мы видим, что у Христа, но я надеюсь, что это видно, на плече еще одна рана. И очень часто в мистических текстах упоминается, что у Христа на самом деле было шесть ран, еще одна рана на плече, потому что он нес очень тяжелый, неприятный крест на голом плече. И это очень много где фиксируется. Вот это изображение из Австрии. Моментально, после того, как Ульман дарит это сочинение одному правителю, затем он его дописывает, дарит еще одному правителю, потом он его переделывает, дарит третьему правителю, то есть эти тексты начинают циркулировать среди самых-самых-самых знатных персон, в их библиотеках смотрят другие люди, тоже интересующиеся алхимией. И буквально через 50 лет в очень многих европейских гербовниках в Священной Римской империи, в частности, на территории Германии, такой вот мотив с распятием, которое помещается между, или прямо где-то в центре, между этими двумя головами орлинами, он становится очень распространенным. Например, вот этот гербовник, в котором показывается герб имперского города Кёльна. Более того, правители самих начинают изображать на фоне этого герба так, чтобы они стояли или лежали, если это изображение посмертное, как на этой картине, где изображен Рудольф II, император, король Чехии, и в том числе еще и практикующий алхимик, один из самых, наверное, известных правителей, который интересовался с алхимией, он лежит тоже вот так вот посередине между этими двумя орлинами головами, и это не случайно, потому что так он отождествляется с самим Христом. То есть тело империи, тело короля, они очень так вот ненавязчиво сравниваются. Откуда же могло это произойти изображение такое странное? Как вообще могло прийти в голову распять Христа на орле, причем на двуглавом орле? Ответ, возможно, кроется в том, что Ульман не придумал это изображение в каком-то экстатическом порыве, как иногда пишут ученые, но, скорее всего, он его просто скопировал с арабского алхимического трактата, который где-то он мог видеть. В XIII веке появляется первая дошедшая до нас копия трактата Зосимы, такого вот древнегреческого, очень известного алхимика, тоже в Египте жившего, в городе, который сейчас называется Акмем, а раньше назывался Панополь. Этот самый Зосимы пишет трактат, его вольно переводят, скорее даже обрабатывают на арабском языке, и в нем описывается Гермес. Гермес это такой бог, который алхимики считали зачинателем алхимической традиции. Считалось, что на пирамидах он написал все секреты алхимии, астрологии и прочих-прочих тайных искусств, и только знающий человек поймет, что же это такое. И вот тут мы видим изображение Гермеса вот слева на первом изображении очень такое странное изображение с тремя головами. И возникает вопрос, почему он с тремя головами. Ответ очень простой, потому что Гермеса называли трижды величайшим. Вообще арабы считали, что было три Гермеса, и они жили как бы в разные эпохи, и каждый из них что-то делал для развития человечества, в том числе все время они неизменно были связаны с алхимией. И рядом с ним стоит, собственно говоря, сам Зосима. Они все с нимбами, потому что так в арабской традиции очень часто рисовали главных персонажей, их выделяли из толпы других персонажей. Вы можете спросить, а почему арабы вообще головы рисовали, людей, там всяких животных, как это возможно. На самом деле распространенный стереотип о том, что в арабском мире нельзя было в Средневековье рисовать людей и так далее, он не совсем верен. То есть отдельные правители запрещали, но в целом такого официального запрета не было. И если мы внимательно присмотримся к этому изображению, оно, к сожалению, маловато, мы видим, что головы у этих персонажей так аккуратненько перечеркнутые. То есть какой-то позднейший читатель подумал, что, наверное, нехорошо рисовать людей, но он не стал эти лики стирать или выдирать страницы, он просто так вот отсеком голову, как будто бы отрубил голову. Что происходит дальше? В XIV-XV веке это изображение попадает в трактаты такого багдадского алхимика и вообще интересной личности философа, ученого Ас-Симави. Ас-Симави написал книгу о семи климатах, и там он использует некоторые картинки из всяких других трактатов, которые он читает, и он, видимо, по памяти копирует эту картинку, и у него получается нечто странное. Но тут, если мы видим две головы у Гермеса, они какие-то совсем маленькие, и не очень понятно, это человеческие головы или это головы птичьи. И Ас-Симави решает, что это, наверное, головы птичьи, и тут какая-то сложная аллегория, которую он не пытается, впрочем, никак трактовать, он просто рисует это изображение, и мы видим, что вместо Гермеса тут уже какое-то непонятное существо с тремя головами, причем только одна из них человеческая. Ну, это все копируется, вот рукопись из Саудовска, вот вторая картинка это рукопись, которая сейчас хранится в Дублине, дальше то, что сейчас хранится в Саудовской Аравии, следующая картинка хранится в Готе, в Германии, мы видим, что изображения практически одинаковые, и последнее изображение, собственно говоря, европейской книгой Стой Троицы, в котором Саульман, видно, что в принципе эти изображения одинаковые, кроме того, что внизу вместо Солнца и Луны, тоже таких вот алхимических символов, которые, опять же, представляли собой Сульфур и Меркурий, тут вот они превратились в неких людей, которые подписаны, если прочитать этой надписи, становится ясным, что это Давид и Есей, и если вы помните, в церквях Есей очень часто рисуют как прародителя всех христианских самых главных персон, в том числе Христа и Богородицы и так далее, из него растет такой вот ствол, то есть тут из этого ствола вырастает тоже Христос, то есть это очень красивая аллегория, в которой очень много всего намешано, христианство, алхимия, но взята она, тем не менее, видимо, из арабского мира. Ну и последняя картинка из Ульмана. Мы видим у него изображение собственно философского камня, но проблема в том, что в каждой копии своего трактата он и его последователи неизменно оставляли два изображения, то есть философских камней также было два. Возникает вопрос, а почему их два? Вообще достаточно одного философского камня, зачем два нужных философских камней, то есть чем они отличаются? Ульман считал, что есть хороший философский камень и плохой философский камень. Хороший философский камень получает кто? Христианин, конечно. То есть, конечно, это католик только может быть, то есть христианин, католик, европеец и мужчина. То есть вот этот человек прекрасный, он может получить камень, и он его может обогатить, забегая вперед, скажу, что обогатить может и плохой вот этот нехристианский философский камень. Но кроме обогащения он ему солит очень много дополнительных бонусов, и Ульман их прямо смакует, когда причисляет, он говорит, что у вас всегда будет хорошее настроение. Вот это я хотел бы, честно, сам. У вас будет, кроме богатства, еще и суперсила. Суперсила — это очень важно. Вы сможете левитировать, исчезать, когда хотите. То есть, по сути, это качество Христа, если подумать, да, суперсила, летать может, ага, вознесение, исчезать, да, опять же, явление и так далее. Лечить все болезни, он их причисляет, там в списке есть, и кашель, и рвота, и геморрой, и какие-то очень смертельные такие заболевания. То есть, вообще, ты становишься суперчеловеком. И еще самое главное, мне нравится качество, которое получает алхимик при помощи этого философского камня, ему никогда не надоедает работать. Вот это я хочу каждому просто пожелать, чтобы вы нашли такой философский камень, с которым вы бы никогда бы не уставали от своей работы. И он его изображает в виде такого существа андрогинного с признаками мужчины и женщины. Вы видите, он держит в руках какую-то странную штучку, вот слева мы видим, в левой руке такая вот странная штучка. Вы знаете, на одной лекции мне рассказали, что это за штука, я не знал сам. Это, оказывается, аммонит. Это аммонит, и вот я перелесну. В средневековых легендах была такая святая Хильда, в Англии жила в городе Уитбе, и она превратила змей, которые напали на город, в камень. То есть она спасла жителей. На самом деле, видимо, ее житие — это просто объяснительная история, откуда взялись эти странные аммониты, потому что в город Уитбе славится тем, что там очень много аммонитов находят, и по сей день тоже. Просто копая землю и доставая аммонитов. Что это такое было, в средневековье абсолютно было непонятно. Поэтому придумали такую объяснительную легенду. И до сих пор на гербе города Уитбе находятся вот эти самые аммониты. В другой руке мы видим кубок со змеями, такой вот элемент, взятый по видимости из средневековых изображений богини Гигеи. И справа два дерева, дерево лун и дерево солнц. Оно обозначает, теперь про алхимические смыслы, что это все означает. То есть мы тут видим опять идею вот этого сульфура и меркурия, что они совмещаются, и именно в их совмещении заключается весь смысл философского камня. Вот мы видим первоматерию, вот этого дракона, которого как бы усмирил алхимик, и в итоге он получает все дары, вот эти вот два золотых предмета. И справа мы видим... А, и самое главное, забыл сказать. Это еще и к тому же христианский смысл тут имеется. Это еще и Христос и Богородица. Два в одном как бы. То есть Ульман вообще не стесняется искажать католическое богословие. Он считает, что Троица, это на самом деле еще и Богоматерь входит в эту Троицу. То есть есть Бог-Отец, Бог-Сын, Богоматерь и Святой Дух. То есть он считал при этом, что это все равно Троица, потому что Богоматерь и Христос, это как бы одно, она ведь его породила и так далее. То есть он считал, что Богоматерь входит в Троицу, и это было достаточно вообще популярное направление в его время. Но не все прямо об этом настолько, не то, что писали, но еще и рисовали их, как бы объединенных в одного персонажа. Соответственно, идея плохого философского камня, вот он мы видим слева, это идея того, что этот камень не приносит ничего, кроме вражды. То есть вы становитесь властителем, у вас много денег, ну и как бы и все. Потом вы погибаете в войне, и, я не знаю, вас раздавливает ваше огромное богатство. То есть ничего хорошего такой камень не сулит, потому что кто делает этот камень, он подробно очень перечисляет, смакует тоже это еретики. Тут я напоминаю, что его время, Константский собор как раз, это ересь гусицкая. То есть Яна Гуса, который эту ересь основал, его сжигают прямо на этом Константском соборе. Поэтому, конечно, было очень важно отстроиться, показать, что вот есть мы, христиане, правильные ребята, хорошие, а вот есть какие-то непонятные гуситы, даже если они сделают философский камень, нам это не страшно, они умрут после этого, и все. Но это, конечно, мусульмане и опять же евреи. То есть еретики, мусульмане и евреи. Это такой стандартный набор страхов человека в его время, европейского. И мы видим его тоже в таком образе андрогинном. Один из этих людей, мужчина, это антихрист, а человек слева, это его мать. Причем он пишет вообще, что то это антихрист, то это Люцифер, что вообще ставит несколько вопросов. Как же у Люцифера, у него разве могла быть мать, он же плачий ангел, и откуда у него вообще мать? Но Ульман, вы знаете, он не думал о таких вещах. Ему было главное показать какую-то очень такую увлекательную аллегорию, и он, собственно, добился этого. Опять же, возникает вопрос, откуда могли взяться такие изображения. Вот, например, у немецкого поэта XIV века, XIII-XIV века, фрауэн Лоба. Мы видим такое стихотворение, это вот такой вот примерный перевод с немецкого. Зельвон, это его персонаж, такой автор эго, можно сказать. Зельвон узрел туманную картину вдоль разделенную наполовину, оно дева, но муж наполовину. Холодное и сухое держит в руках дева, в руках у мужа влага и тепло. Одна глава увенчана короной, как у короля, девичьей лентой перевязана вторая, лучистый блеск в себе тая. То есть тут такое описание андрогинного существа, которое появилось в видении некоему человеку. Автор эго-писатель, видимо. И что интересно, на вот этом изображении мы часто видим пиктограмму, которая обозначает стихии. Холодное, сухое, то есть вот эти самые четыре элемента. И они совпадают с описаниями фрауэн Лоба, поэтому мы можем предположить, что, возможно, Ульман был знаком, с этим текстом, или это было какое-то общий common sense, общее место в его эпоху. Другой и более вероятный источник иконографии, такой необычный, это андрогинные существа, которые рисовались на изображениях аллегории фортуны. Фортуна — богиня, которая олицетворяет удачу или неудачу, жизненный путь человека. Мы видим, что она стоит тоже на первоэлементах, это вода и огонь. Кристина Пизанская, например, в XV веке описывает фортуну, состоящую из двух половинок, черная и белая, мужчина и женщина, воин и король, то есть удача и неудача, ты живешь счастливым, богатым и знаменитым или же убитым вот этой самой стрелой, которая она держит в руках. Она говорит о том, что почему очень часто рисуют воду и огонь, на которых стоит фортуна, потому что это аллегория того, что жизнь человека она крутится как колесо и на нее падает то вода и тогда у него все хорошо, то либо падает огонь и тогда это колесо сгорает и человек умирает. То есть мы видим, что тут тоже идея стихии совмещена с идеей вот этого разделенного на две части существа. Но, впрочем, идем дальше. Кроме Ульмана было очень много других интересных алхимических трактатов и в один момент появляется трактат с названием «Восходящая Аврора». Он практически на 70% состоит из библейских цитат и само название даже это из «Песни-песни», это название «Дева Марии», но при этом он снабжен какой-то просто невероятным количеством иллюстраций, которые вообще никак не связаны с текстом и они, так скажем, очень провокационные, многие из них. Самые провокационные меня попросили не включать в эту лекцию, поэтому можете посмотреть дома. Да, это второе домашнее задание, это тоже можно записать. Но, на самом деле, я думаю, что будет, вероятно, еще, может быть, на следующей неделе лекция в Москве про отдельно всякие провокационные образы эротического характера. Их очень много в этом трактате. И, ну, даже несмотря на то, что сегодня мы их не смотрим, мы видим, что есть огромное количество других непонятных загадочных образов. Например, вот такой вот зверь. Мы видим, что у него что-то типа собачьего лица, у него вторая голова орлина, и у него есть крыло, он стоит на черепе, одна из его ног нога парнокопытного, а вторая это горящая солома. Ну, и в довершении всего он играет змеей на раке. Вот, достаточно необычное изображение, и, более того, в тексте вообще ничего не говорится, что это может значить. Ну, обычно его трактует это изображение как какую-то аллегорию четырех элементов, потому что тут есть и вода в виде змеи, и рака, и огонь в виде горящей соломы, и земля, то есть вот это парнокопытно, и воздух, то есть орел, ну и так далее. И мы видим, что, в принципе, такие изображения для Средневековья не были очень редкими. Такие гибридные монстры, очень похожие на нашего товарища, встречаются в том, в том числе и в алхимических или астрологических трактатах, такой, как этот, например. Тут изображен водиакальный человек, очень популярный в Средневековье да и в Новое время, тоже образ. Люди, медики, считали, что части тела человека сопряжены с созвездиями, и поэтому нужно лечить голову, например, в знак Овна, в водиакальный знак Овна в этот именно период, а ступни, икры и так далее, их нужно лечить, когда вы находитесь под знаком рыб. То есть тут есть свои особенности. И чтобы проще, нагляднее показать эту идею, они рисовали вот такого зодиакального человека, который состоит просто из символов знаков зодиаков. То есть руки у него, это близнецы, потом уже у него на теле нарисованы всякие другие знаки, там, скорпион, рак, дева и так далее. То есть мы видим, что такие монструозные изображения, они не были редкостью в Средневековье, и, скорее всего, алхимик вдохновлялся именно ими. Следующее изображение, мы видим какое-то непонятное существо с змеиным хвостом, отрубает головы юноша и кажется существу с головой из золота. Эта сцена отсылает нас к трактату, на который ссылается, но про который вообще ничего не рассказывает анонимный автор «Восходящие зари». Это текст, опять же, Зосимы, который в обиходе в научном называется «Видение Зосимы». В нём он описывает, как он в своём мистическом сне наблюдает, как некое существо отрубает головы различным аллегориям металлов, таким металлическим существам. Сейчас бы мы их назвали гомункувцами. То есть он им отрубает головы, и это, опять же, символизирует такое очищение металлов и одновременное очищение духовное. Ну и в конце, собственно, мы видим изображение этой самой восходящей авроры, которая открывает своё чрево, и там у неё внутри меч и корона, уже знакомые нам символы, их держат в руках этот самый алхимический андрогин. То есть они тут обозначают то, чего вы достигнете с помощью философского камня, необычайного богатства и необычайной силы. Уже в восходящей авроре появляется множество изображений с различными колбочками. Вот там на одном из предыдущих слайдов вы видели колбу, и там это уже практически целая серия. В Средневековье уже в трактатах Граттея, которые мы с вами сегодня рассматривали, в них появляется этот мотив колбы, в которой что-то происходит. Причём происходит что-то очень далёкое, казалось бы, от химических процессов. Тут, например, два зооантропоморфных существа сплетаются воедино. Вот на этом изображении вообще целый зоопарк внутри колбы и какие-то непонятные существа внизу. Это изображение тоже из краковского манускрипта 15 века. Постепенно алхимикам приходит идея, что можно нарисовать аллегорию каких-то зверей, которые борются внутри колбы, и этим самым олицетворить эти самые металлы, которые тоже смешиваются в ком-то взаимодействии внутри алхимического сосуда. И возникают целые серии, целые книги, которые полно состоят из изображений вот этих самых колб с какими-то аллегориями внутри. И одна из них называется «Доном Дея» на латыни, на русский можно перевести «Дар Божий». Вот такая книга, которая начинается с того, что король и королева стоят перед этой колбой, потом они попадают в нее. Что происходит дальше, я вам не буду показывать. Это сегодня показывать нельзя. Ну, что-то примерно в этом духе. То есть тут, да, эту картинку я не убрал. Ну, вот что-то такое происходит. Затем королева беременна, и после она рождает короля. Собственно, тут показаны схематически опять же все вот эти стадии великого делания, то есть производства философского камня. Сначала черная стадия, когда вот этот происходит коэтус короля и королевы, то есть сульфура и меркурия, этих двух первопринципов. Потом все это происходит, все приводит к белой стадии, потом все это приводит к красной стадии. Вот готовый философский камень, который показан в образе такого царевича. Обычно в платье красного цвета. Не только колбы привлекались в виде каких-то рамок, так скажем, для различных алхимических аллегорий, но и другая утварь. Например, вот тут мы видим сцену, которая очень сильно напоминает миф об Эсоне. Вы знаете, это отец Есона, мужа Медея в будущем, когда Медея узнала, что отец Есона, Эссон, уже очень стар и умирает, она сказала ему, что она может его омолодить, но для этого ему нужно порубить его на кусочки и сварить в котле. Если вы помните русские сказки или еще какие-нибудь сказки, это очень типичный такой мотив. И если в них обычно все идет плохо, то в этом мифе греческом, в нем все, наоборот, проходит великолепно, она его разрубает на куски, он действительно становится молодым, красивым, практически бессмертным таким вот королем. Примерно это же самое мы видим в этой французской рукописи, на которой нарисована такая вот большая урна, так скажем, и в ней сидит некий король, а сверху, это такая инфографика, то есть не нужно реалистически восприниматься, сверху мы видим его же, но порубленного на куски, то есть он возродился, он вот через такое как бы ситечко был процежен в этот сосуд, а потом в нем он уже восстал как бы из мертвых. Тут опять же, ну и все это еще как бы происходит внутри печи, то есть она сверху так схематически нарисована, то есть это фактически изображение как из учебника в разрезе. И тут мы видим опять достаточно нехитрую аллегорию, производство вот этого философского камня, чего-то совершенного из чего-то уничтоженного, убитого специально, нарочно. То есть из вот этих очищенных и смешанных друг с другом металлов. А иногда сосуды алхимические, они становились какой-то деталью просто в изображении. Вот тут, например, мы видим древнегреческого бога Пана, у которого в волосах диадема, обозначающая Луну, и его прическа напоминает Солнце, то есть это совмещение Солнца и Луны, то есть это совмещение Меркурия и Сульфура, опять же аллегория вот этого философского камня. И он идет, играя на валынке, которая сделана из алхимического сосуда. И если присмотреться, у этого сосуда семь концов, то есть это, опять же, семь металлов, известных алхимикам на тот момент. В какой-то момент возникает очень популярный трактат, который также сводит воедино некоторые древние языческие, так скажем, мотивы иконографические вместе с христианскими какими-то аллегориями аллегориями алхимии. Вот, например, в этом трактате, который называется Пандора, мы видим обнаженную красавицу, которая стоит на фоне дерева цветущего, и вокруг нее носятся десять орлов. Стоит она ногами на двух различных алхимических печах, я думаю, уже вы можете догадаться, что именно они обозначают, сульфур и меркурий. И эти десять орлов обозначают количество дистилляций, которые нужно провести, чтобы достичь самого совершенства, самого этого магистерия философского эликсира. То есть этот процесс виделся алхимиком как какой-то очень длительный и практически мучительный. Иногда описывается, что алхимики достигали его на протяжении многих-многих-многих лет непрерывного бдения у печи. Мы видим такую же примерно картинку, но на ней эти орлы становятся уже элементом декора. Тут они просто вписаны как бы в изображение. Очень похожая картинка мы видим и далее. Это девушка, но уже одетая, и эти источники, на которых она стоит, меркуриальные и серные, они украшены крыльями. Тут показывается финальная стадия философского камня, когда он усилен многократно. То есть была такая стадия, на которой свойства философского камня в сотни раз усиливались, и он становился еще более волшебным. И эти изображения были позаимствованы из такой немецкой алхимической поэмы. Был и такой жанр отдельный, именно алхимические стихи, такие таинственные, аллегорические, мистические, которая называлась «Об обнаженной женщине». Так и называется. Далее, а в этом трактате вообще не очень много текста, в основном картинки, мы видим вот такие три очень красивых изображения, которые были настолько хорошо сделаны, что кто-то их вырезал, и мы видим, что вставил даже в рамки. То есть эти изображения стали картинами из миниатюр. И тут мы видим очень странную аллегорию в центре. Это все одно и то же. Это выражение самой сути первой материи, сути философского камня. Мы видим слева, например, семь металлов, которые соединены с этим драконом Ураборосом, олицетворяющим первую материю. А в центре и справа мы видим опять же Урабороса, змея, который кусает себя за свой хвост, и на нем сидит черный ворон, а дальше на нем сидит белый орел. И почему эти птицы? То есть в трактате об этом вообще никакой речи нет. Птицы эти появились там, потому что автор читал арабские алхимические трактаты, опять же. А там описывалась такая очень интересная аллегория, что первая материя, вот этот самый Ураборос, он умирает. Иногда, впрочем, писали, что он пожирает короля и королеву, вот тут это нарисовано, они тоже такие змееподобные существа, и из их останков рождается черный ворон, это та самая стадия негреда. Потом он летит в тьму, и там превращается в белого орла, и вот он сверху тоже нарисован. Такая композиция немножко в стиле бременских музыкантов, они стоят друг на друге, и возникает вопрос, откуда она взялась, потому что у арабов таких картинок не было, и, более того, и белого орла у них тоже не было. На самом деле, мы снова обращаемся к теме вот этих шифровок, потому что, когда европейцы впервые переписывают этот трактат, они фиксируют все достаточно точно, они пишут, там было слово «мера аква», чистая вода по латыни. Один из переписчиков допускает роковую ошибку и пишет вместо «мера аква» «мера аквила», то есть чистый или какой-то истинный орел. Этого истинного орла нарисовали как белого орла, как его еще можно было изобразить. Это большая загадка. Но так или иначе, этим изображением мы, опять же, обязаны просто такой вот неправильно понятой шифровкой. В XV веке, я сейчас объясню, что это такое странное, в XV веке алхимия проникает и в Англию уже очень активно начинают появляться алхимики, и один из самых известных это человек с именем Джордж Рипли, и ему приписывают огромное количество алхимических трактатов, многие из которых, возможно, он только вдохновил, но не писал сам. И самый известный труд, который ему приписывается, но опять же, не факт, что он сам его написал, это свиток Рипли. Вот этот свиток, например, он размером примерно 6 метров, поэтому вы не очень хорошо видите, что на нем, но мы сейчас будем смотреть с кусочками. Возникает вообще в принципе вопрос, а зачем были эти нужны свитки, то есть 6-метровый свиток, вы его даже посмотреть не можете, вам нужно будет расстелить его на таком вот огромном пространстве и там, я не знаю, какие-нибудь кружки пивные поставить, чтобы он не скручивался обратно. Есть теория о том, что такие свитки возникали для того, чтобы рекламировать всякие аптекарские лавки, химические какие-то препараты, которые в них продавали, но она не выдерживает немножко критики, потому что все-таки, во-первых, алхимия была наука тайная и ее секреты раскрывались достаточно неохотно, а во-вторых, в принципе, степень изношенности этих свитков показывает, что скорее всего их все-таки не разворачивали в аптеках. А вторая теория о том, что просто богатые люди, алхимики, заказывали себе такие вот огромные свитки для того, чтобы иметь дома что-то очень старинное, древнее. То есть все-таки свиток это форма, которая в Средневековье в 15 веке, в позднее Средневековье уже вообще вышла из обихода практически. Поэтому это было таким вот немножко декадантством, что ли. То есть у меня есть свиток, вообще это очень древняя штука и очень таинственная. И никому ее не покажу. И там мы видим очень много картинок странных. Вот в этом, например, алхимическом сосуде кроется жаба огромная. Рипли очень любил изображать жабу. Он считал, что жаба это символ Меркурия. В одном из трактатов он написывает, как жаба напилась вина и стала источать из себя некую секрецию. Вот эта секреция и была как бы философским камнем, по его мнению. И ну это, конечно, аллегория. Это все не нужно было из жабы добывать. Но она могла ввести профанов в заблуждение. Вот мы видим восемь этапов производства камня, которые показаны аллегорически как изображение людей в колбах. Тут, к сожалению, я уже не могу ничего увеличить, но поверьте, там люди сидят в колбах и они опять же превращаются на протяжении различных стадий в лучшую версию самих себя. Ну, аналогичное изображение, чтобы было видно, что это свиток именно. Это его самое начало и держит колбу сам герместр и смегист. Вот такой алхимический сад, в котором есть Адам и Ева, олицетворение двух первоначалов алхимических, Сульфур и Меркурия. И одновременно они же все еще обозначают душу, дух и тело. То есть тут опять же у нас есть такая перекличка с христианским учением. Тут вот примерно то же самое обозначено, но при этом четыре склянки, которые мы видим на колоннах по четырем краям, это четыре стихи. И практически в самом финале трактата такая очень красивая картинка, это Гермесова птица, тоже олицетворение философского Меркурия, который может все изменять. Чуть позже, чем писал Джордж Рипли, очень известный в ту эпоху поэт Джон Лидгейт пишет стихотворение, которое он называет «Просто лидин и птица». Это басня во французском стиле, и в ней он описывает очень интересную историю, казалось бы, вообще никак не связанную с алхимией. Что происходит? Просто лидин гуляет в своем саду и вдруг видит птицу. Вот такая вот красивая птица сидит в центре изображения, вы видите, сверху, сидит птичка, и он хочет ее поймать. Она очень красивая, он вот так вот подходит к ней, крадется, крадется, видите, там вот такой селок, и он ловит эту птицу, этим селком. Он ее сажает в клетку и говорит, ну все, птичка, теперь как в сказках, давай исполняй там, что ты можешь исполнить. И она говорит, ну ты знаешь, я вообще не исполняю желания, это только в сказках бывает, но я могу научить себя трем премудростям. Он говорит, хорошо. Достает ее из клетки, говорит, ну давай, а потом я тебя отпущу. Она говорит, смотри, премудрость первая, премудрость первая, это никогда не ведись на всякую чепуху. Вот многие люди рассказывают чепуху, а ты не верь этой чепухе. То есть ты всегда должен понимать, что это небылица какая-то, это неправда. Он говорит, ну хорошо, понял. Она говорит, ладно, теперь вторая мудрость. Вторая мудрость заключается в том, что никогда не жалей о том, чего у тебя не было, потому что у тебя же этого не было, и в чем смысл расстраиваться, дело житейское и так далее. Он говорит, ну да, хорошо. Она говорит, а третий, никогда не упускай то, что у тебя уже есть, потому что это самое глупое, выбросить то, что тебе нужно очень сильно. Вот тогда уже ты бы мог и пожалеть. Ну всё, теперь отпускай. Она села на дерево, снова вернём к слайду, где она сидит, свободно, и говорит, а теперь посмотри, как же ты воспринял моё учение. Я же тебе только что сказал не выпускать меня. А вообще-то внутри меня находится волшебный гиацинт. И если бы ты этот гиацинт из меня бы вынул, то ты бы приобрёл и вечное богатство, и победы в битвах, и бесконечный запас здоровья, так скажем, и так далее и тому подобное. То есть все блага, которые вообще-то философский камень приносит человеку. Тут он очень расстроился и начал чертыхаться на эту птицу, велит ей вернуться обратно в клетку и так далее. Но она не возвращается, смеётся над ним и говорит, но то уж ты и простолюдин, в английском это слово churl, очень смешное такое, простак. Но это ты и простак, чтобы понять мои премудрости, потому что, конечно, внутри меня нет никакого гиацинта. Это всё не бы лица, а я тебе говорил не верить не бы лица. Конечно, ты бы смог с твоей помощью чего-то достичь, но у меня его нет. К тому же ты расстроился, что я тебе вот этого всего наобещал, а я тебе говорил не расстраиваться по тем поводам, которые тебя не должны расстраивать, потому что чего у тебя нет, не нужно грустить. Ну и к тому же ты отпустил меня, а я источник бесконечной мудрости, я бы тебе помогла, но теперь извини и улетай. И вроде бы казалось бы, ну басни и басни, таких басен было очень много, но по одной из версий как раз-таки сам Джордж Рипли приписывает этой басне ещё восемь стихов, и тогда весь смысл кардинально меняется. Он описывает, что же ещё может делать этот самый таинственный камень, заключённый якобы в птичке, и сравнивает её с тем самым камнем, который по средневековым легендам нашёл Александр Македонский. Александр Македонский был у брата Рая, и там одна птица как раз передала ему этот камень, который он ставил своей короной, и после этого он был таким непобедимым полководцем, и только когда корона с него слетела в битве, он тогда вот и умер. То есть такая вот легенда очень красивая, которая объясняет, почему имя Александра Македонского фигурирует в огромном количестве трактатов алхимических. То есть ему приписывалось вообще просто авторство алхимических трактатов. То есть тут всё очень так красиво объясняется. На самом деле у него был волшебный камень, который был философским камнем. И к этой рукописи рисуются не только вот эти картинки, но и таинственные картинки в стиле Джорджа Рипли, опять же с жабой, с луной и солнцем совмещенными, которые, мы как знаем, являются аллегорией вот этого самого совмещения двух первопринципов. Или даже вот такая картинка, в которой снова двое обнажённых людей, кажется, металлов пытаются друг с другом соединиться, а сверху на них проливается некая божественная субстанция, то есть эликсир, который их сейчас уже превратит в золото. Внизу тоже притаилась жаба. Христианство становится настолько определяющим в алхимии, что уже в самом конце XV века ученик Джорджа Рипли, Нортон, Томас Нортон, пишет книгу под названием «Алхимический служебник», «Ordinal of Alchemy» на английском. То есть это уже, по сути, церковная книга, но об алхимии. Содержание её, однако, не столь провокативное, сколь название. Он говорит лишь о том, что он бы хотел, чтобы как у священников есть своя книга, служебник, так и у алхимиков была бы своя, настолько же незаменимая, по которой они смогли бы всё сделать. И более того, он впервые вводит в алхимию такую вещь, как демократию. Он говорит, что вот я её пишу для простых людей, для каждого, чтобы у каждого нашлись деньги купить такую книгу. Она написана на нашем, на простом речи, на английском, не на учёной латыни. Вы не обманетесь, прочитав эту книгу, сможете получить знания, как вам разбогатеть и вытащить вашу семью из печали и её доли. Ну, много тогда человек в Англии страдали от бедности. И что интересно, в одной из библиотек я нашёл эту книгу в обложке от действительно служебника, от действительно старого, какого-то средневекового, гораздо более старого, чем эта книга, церковного служебника. То есть тут мы видим, что то, что он пытался выразить в виде аллегории, стало реальностью. Ну, это последняя картинка. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, я думаю, что у нас есть ещё немного времени, чтобы я на них ответил. Спасибо большое ещё раз. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...